А теперь о том, что нас ждет в четверг, 31 мая. Об этом расскажет мой коллега Дмитрий Житарчук. Дима, что самое интересное будет завтра? Да, Ксюша, ну завтра состоится очередное пленарное заседание областного законодательного собрания. На повестке дня ежегодный отчет губернатора Кировской области Игоря Васильева. Я знаю, что у некоторых депутатов есть много вопросов к тому, как поработало наше правительство. Ну и вот завтра губернатор отчитается. Также завтра же на пленарке обсудят кандидатуру Владислава Кадырова на пост заместителя губернатора. И еще один важный вопрос, обсуждают его уже не первый раз, это сроки перехода от фонда капремонта на спецсчет. То есть многие жители, не многие, но некоторые жители города хотят обзавестись своим спецсчетом, чтобы самим регулировать капремонт. И вот завтра депутаты обсудят несколько вариантов, предлагается 6 месяцев, 4 месяца. И правительство Кировской области предлагает 9 месяцев на то, чтобы жители домов могли перейти с фонда капремонта на спецсчет. Да, причем общественности, сами жители наставят на том, чтобы этот срок был максимально маленький. Да, ну вот власти предлагают максимально большое, 9 месяцев. Ну посмотрим, что предпочтут наши депутаты. Далее, из повестки дня, завтра же у нас главный федеральный инспектор посетит 225-й детский сад с проверкой. Дошкольное учреждение ремонтируется за счет средств фонда президента Российской Федерации. Садик находится в поселке Сидоровка, туда и отправится комиссия во главе с главным федеральным инспектором. А как ты считаешь, нужно заранее вот о таких проверках предупреждать руководство любых учреждений? Ведь они наверняка сейчас уже готовятся. Ну, думаю, что если что там уж совсем не так, то это будет очевидно и заметно. То есть, если деньги не освоены в полном объеме, то это будет видно. Все-таки я понимаю, что это капитальный ремонт, и то есть там большой фронт работы. Завтра же у нас с двух часов состоится в бизнес-центре «Кристалл» пленарное заседание регионального форума предпринимательства на Вятке. Ну, крупное мероприятие для наших предпринимателей. Участвует в том числе губернатор Кировской области Игорь Васильев на приветские дня. Вопросы, какие факторы могут стать драйвером роста малого предпринимательства, насколько успешным может быть взаимодействие бизнеса и власти и так далее. Ну, и еще одно мероприятие. Завтра же в полдень в правительстве области поговорят о том, как будет организован и пройдет Великорецкий крестный ход. Он стартует 3 июня. Вот завтра подробно об этом расскажут. Я знаю, что в этом году даже будет сопровождать квадрокоптер паломников. А какая цель? Следят за безопасностью. То есть будут сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи уже квадрокоптеры будут следить сверху за колонной. Спасибо, Дима. Завтра будет действительно насыщенный день. Спасибо.